Привет друзья, у микрофона вновь я, Серега, и вы смотрите очередной выпуск с самыми крутыми пасхалками в различных видеоиграх. И это уже кстати 19 подобный сборник. Я конечно же знаю, что это наверное действительно то, зачем вы подписаны на мой канал, а поэтому я каждый раз стараюсь вас удивить чем-нибудь качественным. Ну и конечно сразу же я хочу предложить вам, чтобы не задерживаться во вступлении, принять у мониторов самое удобное положение и взять на время просмотра что-нибудь вкусненькое. Ну а я вам как и всегда желаю приятного аппетита и самого приятного просмотра. Погнали! Ну и начать сегодняшний выпуск я хочу с игры, которая еще ни разу не появлялась в моих выпусках. И это Overkill The Walking Dead, шутер от первого лица, основанный на комиксах Роберта Киркмана, ходячие мертвецы. В общем, суть пасхалки заключается в том, что когда мы будем без передышки отстреливаться из автомата или пулемета от орд наступающих на нашего героя ходячих, в один момент он может прокричать «Япи-ка-ей, мазафака!» А ведь именно эти слова являются коронной фразой детектива Джона МакЛейна из серии фильмов «Крепкий орешек», роль которого там исполнил Брюс Уиллис. Кстати, в фильме он их также произносил в самых критических ситуациях. Далее мы посмотрим на пасхалки, которые были найдены в очередной части из серии Assassin's Creed, той, которая имеет подзаголовок Unity, ну или Единство, а и действие, в которое разворачивается в Париже 18 века. В общем, отправившись в заплыв по не совсем чистой сене в районе Сент-Марсель, можно чуть вдали от берега наткнуться на одиноко плавающую лодку, на которой сидит какой-то причитающий безумец, среди множества громко орущих кошек, а на корме под пропитанной кровью тканью сложено несколько человеческих трупов. К чему вся эта сцена отсылает, до сих пор так и неизвестно, но все же увидеть такое, если не ожидаешь, очень по мне странное явление. Если мы спустимся в канализацию в районе Лувра, то там у самого входа можно наткнуться на жуткую локацию, в которой происходит явно нездоровая движуха. Неподалеку от входа находится лодка с трупами, надкрытыми окровавленной тряпкой. Ну а если пройти внутрь, мы встретим каннибала, который беззаботно разделывает очередной труп, игнорируя главного героя. А рядом в коридоре на полу лежит гора тел, и за решеткой сидят еще живые люди, которые просят о помощи. К сожалению, спасти их у нас с вами так и не получится, но вот самого маньяка спугнуть одним неловким движением, это кстати проще простого. Ну и самая, на мой взгляд, крутейшая пасхалка из этой игры находится на территории Люксембургского дворца, и для ее активации нам потребуется отыскать и съесть 5 тортов, которые разбросаны в самых невероятных частях Парижа. Кстати, эти торты самые настоящие пасхальные, так как на их верхушках находятся, конечно же, пасхальные яйца. После того, как мы слопаем их все, то сразу же отправляемся в сад ранее уже упоминавшегося Люксембургского дворца, на территории которого появится гигантский розовый торт, верхом на котором стоит никто иной, как маркиз де Буйон. Кстати, этот мессия ранее уже появлялся в демонстрации кооперативного режима с выставки Е3 2014 года. К сожалению, однако миссию с ним в главной роли впоследствии вырезали из игры. Ну и очевидно, де Буйон оказался этим очень недоволен, поэтому увидев Арно Дориана, сразу же прыгает со своего сладкого пьедестала и вступает в драку с Ассасином. Стоит также отметить, что разработчики сделали персонажа исключительно живучим, поэтому придется потрудиться, чтобы одержать над ним вверх. Но сражение действительно стоит того, так как после победы нас удостоят шикарнейшим праздничным салютом. Ну и закончить сегодняшний выпуск я решил пасхалками из игры серии Лего, а именно из шикарной Лего Марвел Супер Хироус, сюжет который основан на комиксах одноименной студии Марвел, и в которой героям, а также и злодеям предстоит противостоять угрозе вселенского масштаба, а именно самому Галактусу. Ну и ладно, не будем заострять внимание на сюжете, а скорее перейдем к тому, что мне удалось найти. В конце первого уровня, во время сражения с песочным человеком, когда мы начнем поливать его из водяной пушки, он тут же процитирует злую ведьму из экранизации волшебника из страны Оз. Ведь там, когда она растворялась, она также кричала подобные слова. В кат-сцене, прямо перед вторым сюжетным уровнем, Джонни Шторм, он же Человек-факел, произнесет, что когда он думает о широкой радужной дороге, то в его голове тут же появляется желание по ней погонять. Что, конечно же, является отсылкой на знаменитую серию видеоигр Марио Карт, в каждой игре которой также присутствовал самый известный уровень Радужная дорога. Небольшую пасхалку, отсылающую к легендарному фильму «Чужие», можно услышать на одном из уровней от «Соколиного глаза». Глядя на появляющихся повсюду клонов Венома, он говорит, они словно лезут из стен. И тем самым он практически в точности повторяет фразу одного из бойцов спецотряда из фильма «Чужие» 1986 года. Там он ее произносил, глядя на вылезающих из всех щелей ксеноморфов. На седьмом уровне, когда мы будем пролетать по Радужному мосту, обратите внимание на то, что он сильно похож на вихрь времени из популярного телесериала «Доктор Кто». Так вот это еще не все, ведь именно тут также можно наткнуться и на телефонную будку, которую также можно разбить. И это очень крутая отсылка на замаскированный космический корабль, который также является машиной времени «Тардис», выглядит который внешне именно как синяя телефонная будка. В начале миссии, когда мы пробиваемся в замок Доктора Дума в Латверии, во время десантирования мистер Фантастик хватает женщину-невидимку и существо и приобретя форму парашюта, медленно планируя, произнеся при этом, что видел это уже однажды в кино. Тем самым он, конечно же, делает отсылку на мультсериал «Суперсемейка», в котором Эластика проделывала точно такой же подобный трюк. Если выбрать в качестве игрового персонажа существо из фантастической четверки, то для того, чтобы увидеть пасхалку, нам нужно будет немного постоять, не двигаясь. И он, конечно же, начнет ловить своими огромными каменными руками кольцо, которое он, наверное, также хотел подарить своей невесте. И тем самым он, конечно же, повторяет практически в точности сцену из фильма 2005 года с одноименным названием. Ну а на сегодня это последняя пасхалка, и поэтому я буду заканчивать. А кому понравился выпуск, не забудьте поставить под ним лайк и поделиться со своими друзьями. А также, чтобы не пропускать следующие видео, скорее подписывайтесь на мой канал и нажимайте значок колокольчика. Ну а на этом все, до скорой встречи, мои дорогие друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok